спиридон кисляков сумасшедший офицер в палате кавычки открыты слушайте команду ах черт возьми все солдаты лежат на земле мертвыми о ужас немцы наступает все время мы все голодные у всех в ногах ревматизм все окопы блиндажи наполнены водою вот и сиди в них и пой о все петая мать и да как теперь живет жена моя как поживают мои детки наверно уже моя саша второго родила да наверно родила господа вы слышите орудийные выстрелы да да вот канонада вот канонада канонада эту сараплана точно градом осыпает тебя пули у батюшки мои все поле все поле усеяно трупами что скажешь местовой где же разведчики а черт возьми чем теперь свет стал смотрите смотрите господа в нашу палату сам вильгельм появился о как он надувается из него ядовитые газы исходят клубятся наполняют собой всю нашу палату впрочем я нахожусь не в палате а где-то в неопределенном каком-то месте да что это такое то о боже мой кругом меня смерть да такая страшная смерть голова то какая у нее ужасная голосит милые мои родители зачем вы меня породили я ведь навеки навеки обречен на ужасные мучения немец обвешал всю мою геройскую шею это броневики это что господа это броневики ну ничего я ведь их не боюсь да они как будто меня и не трогают как теперь генерал брусилов себя чувствует он бы чуть-чуть со своей армии не попал в плен славный главнокомандующий вот понимаете ли обращаясь ко мне говорит офицер понимаете ли генерал брусилов то человек железной воли до воли скобках глубокое минутное молчание да это факт революция обязательно будет но я хотел бы произвести в людях революцию духа вот так была бы революция как это революция духа тихо спросила его сестра исключительно на почве христианской религиозности и только после сих слов офицер стал выпрямился осенил себя крестным знамением и начал в проповедника говорить речь доблестные воины настала революция духа она вышла из самой жизни христа революция духа обязательно спасет мир от погибели в это время он обратился ко мне замахал руками и закричал вы все священники безбожники вы как черные вороны накаркали нашу голову кошмарную кровавую войну христолюбивое воинство христолюбивое воинство вот вам и христолюбивое воинство пресмыкать или вы царские злые вы псы страшные сторожевые вы чудовище сильных мира долго ли вы будете дурачить людей кощунствовать над христом у чада земной власти проклятие ада накликали накричали на христианский мир войну а теперь сами за это еще и получаете награды господа немцы снова делают наступление на нас ах все небо взаривы вся земля дрожит боже сохрани мою жизнь пули свистят артиллерия хоть бы на минуту утихла затрещали пулеметы команда на молитву милые господа офицеры все рядовые войны еще преклонив колено и горячо горячо помолимся богу чтобы он спас нас от вражь его пути пули мы охвачены ими кольцом господа в рассыпную бросается под койку сам бледен о боже какие снаряды рвутся над нами сохрани и спаси меня господи живые помощи всевышнего а хоть бы вернуться домой одним глазком взглянуть на жену на детей страшно небо горит земля стонет кровь в жилах стынет меня уже лихорадит зубы стучат моментально вскакивает и отбивается его держат санитары стой стой ты меня хотел убить так что ли наверное так но меня бог спас от смерти весь покрыт потом боже где твоя святая милость о боже в разуме всех чтобы люди познали тебя и раз навсегда разоружились рыдает земля вся залита человеческой кровью покрыта на матушка отборными трупами молодых юношей воздух весь пропитан какой-то изгарью человеческое сжигаемого мяса небо покрылось зловещим заревом слышите господа шум ядовитых газов господа маски надевайте опять трех пушах опять канонада опять затрещали пулеметы что я не могу стоять неужели ранен нет я кажется не ранен разве контужен тоже кажется нет что же такое то держит меня кричит господи мать моя родная саша дорогая моя саши детки мои умираю простите меня простите ради христа я умираю я умираю проклятая война впрочем я ведь жив неужели после смерти мы военные абсолютно испорчены до мозга костей испорчены люди нет это неправда раз мы любим кого-нибудь значит мы еще совсем не испорчены что это такое где своими ногами наступая везде вижу кровь что это такое кровь мне господа страшно становится хожу ли я под моими ногами кровь сижу ли подо мною кровь лежу ли я тоже подо мною кровь ем ли я я как будто ем сгустившуюся кровь да теперь я понял что такое кровь я ведь военный человек а военный человек есть кровопийца есть разбойник есть палач вот что значит кровь какая гадкая и мерзкая жизнь военных людей они разрушители человеческой жизни они убийцы они убийцы да будет проклята навеки проклята война я хочу чтобы война была проклята 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 это что такое это ведь орлы вороны ястребы коршуны сколько их и какие они сильные у каждого из них в клюве и по одному мертвецу не только что то со мной делается да что то делается плачет в ком и в чем теперь заключается жизнь нет это одна смерть о как тяжело о как мучительно Но вся моя душа горит огнем адской муки. Один только Христос меня утешает. Кроме него одного все ад, все мука, все смертельная тоска. Змеи, господа змеи, о-о-о! Вся земля превратилась в страшную змею. И что странно, я стою на ее ядовитом зубе. И яд из этого зуба фонтаном так и обдает меня. Господа, спасите меня, я от этого яда умираю. Ха-ха-ха, господа, умираю! О, умираю, господа! Вы знаете ли, вина и причина всем бедствиям власть. Ведь мы все маленькие кровавые Вильгельмы, Иваны Грозные и подобные им. Каждый из нас хочет быть начальником, хочет быть властелином. Ха-ха-ха, властелина, о, человеческая природа. Да, это вовсе не человеческая природа. Нет, нет, господа. Это дьявольская природа. Это сатанинская природа. В самом деле, есть что злее человека-то? Я говорю, есть ли что злее человека? Этого святого дьявола, религиозного убийцы. Метко сказано, религиозного убийцы. Нет, господа. Дьяволов нет, понимаете? Дьяволов нет, нет, нет. А то, что мы называем дьяволом, это мы, люди. Мы воплощение зла. Мы мировые кровавые разрушители жизни. Вот опять канонада. Вот опять затрещали пулеметы. О, ужас. Стой, стой, господа офицеры, в рассыпную. Насмиствует какую-то арию. Знаете, что теперь чувствуют все зачинщики этой войны, этой кровавой народной бойни? Я говорю, что они теперь себя чувствуют что? О, они начальники самые старшие, начальники зла на земле. Они гигантские кровавые пиявки. Они боги смерти. Понимаете? Они боги смерти. Боги смерти. Есть бог жизни, это Христос. А владыки мира сего есть боги смерти. Боги зла, мирового зла, мирового ужаса. Да будет проклята всякая власть на земле. Да будет проклята, проклята всякое кровавое начальство на земле. О, да будет оно проклято, проклято, проклято. Десять дней несчастный этот офицер ни днем, ни ночью не закрывал рта. И на одиннадцатый день бритвою перерезал себе горло. С Monte cafe. Силит! Поехали!